Что ты делаешь сейчас? Еще у тебя один глаз больше другого. Что-то во рту у тебя, наверное, ковырялись. Да, после операции немножечко. Будь осторожен. Не горячее, не холодное. Я бы тебя посоветовал, может ли тебе не подойдет. Мед время от времени бери и долго держи во рту. Потом проглоти опять мед возни. Я, когда есть такое дело, ну, если можно. Если можно. Что там? Как наше... Привез ты мне этот блин? Да, привез. Евангелие это дали. А, это... Дистор жесткий. Ну, я его взял в сенках. Что там? Ну, поговорили немножко. Погромче. Поговорили немножко. С кем? Обо всем. С Ольгой. Ну, а еще? Ну, он говорит у вас немножко неправильное понятие о мусульманстве, что там они страшно жестокие, вы их похваляете. Они жестокие, головы режут направо-налево, потому что Саудовская Аравия, где там они есть. А вы их похваляете. Ну, понимаете, вот, если бы меня допросили в этом, я бы сказал, действительно, похваляю. Но что именно? Я похваляю птицу-сороку за определенное что-то. У ней ровный полет, потому что сзади этот хвост длинный у ней. Она летит как есть. Я похваляю ее. Но от нее это зависит ли. Нам говорили, когда поехали. Писал один человек, там, Добродеев Сергей, а он работал, кажется, помощником или уполномоченным по Кемеровской области. То есть это все время в администрации. И он говорит, не ездите, там головы только режут. Ну, ладно, вы уж пропащий вроде человек, вам все равно, жить не жить. Но этих-то зачем с собой берете? Кто с вами в миссии-то едет-то? Ну, вы знаете, что как за нас молились. И я никого не опровергаю. Режут, режут, режут. Но почему на нас это не сработало? Мы ехали по Ростовской области, где банда орудов, главе которой была женщина-милиционер. Останавливали, водители заводили, убивали, машины продавали. И нас останавливали, но они отходили от нас. И, может быть, на них наталкивались. Может быть. Почему? Потому что за нас молились все. Молились мусульмане. Молились православные, старобрядцы. Католики молились протестанты. И выставили ролик в Англии, в Лондоне, кажется, молятся протестанты. Стоят за миссию Игнатия Лапкина. Господи, благослови Игнатия, братьев его, баптисты. И стоят, крестятся. Ну, найдите такой ролик еще. А почему? Притча Соломона. Что если пути человека угодны Господу, то и врагов его примеряют с ним. Врагов. А это не враги. Сектанты, протестанты. Почему они так воспринимают это все? Я не протестант. Почему мусульмане нас нигде не тронули? Мы в Дагестане. Проходим, видим комнату намаз Махачкала. Я нигде не видел, как в Махачкале на перехрестках улиц стоят автоматчики и чуть поодаль снайперы. Со снайперами нигде не видел, только в одном месте. Нам говорят, сегодня ночью там убили священника. Вот здесь вот взрыв был. То, другое. Крайне напряженная обстановка. Поговорили с директором, он с нами сфотографировался. Там все выставлено. Мы спросили, там поднимались-ка на второй этаж. Комната для намаза. А по-русски рядом комната для молитвы. Я говорю, там закрыто, мы дернули. Ну да. А можно зайти там помолиться? Вопросов нет. Он тут же нажал кнопку секретаря открыть. И мы как заходим, как мы разулись, как молились, православные миссионеры. Ну где еще такой ролик найдешь? Мы молились за Дагестан, за Россию, чтобы Бог открыл им истину. Чтобы свет правды высиял и для них. Установился мир на этой многострадальной земле. Что не так, мы сказали? А когда были в Грозном, а то Чечня, три раза мы там были. А у них в это время, я могу ошибиться немного, но то ли министр по образованию, или кто у них был, и говорят, у нас сейчас такое важное совещание, так они вышли, фотографируются, красавицы такие, одетые по форме, это у нас все заснято. Книги берут с такой радостью. А у русских вот почему настроенный попом против. Да ты возьми один только 18-й том открытым оком, ты увидишь. Я разбираю весь Коран, Пасурам Ай-Аятам, весь. А этого никто никогда не делал до 1300 лет. Никто. Не Даниил Сысоев, никто. Что? В сравнении с Библией. То есть моего там очень мало. В сравнении с житиями святых. В сравнении с трудами святых отцов, с канонами православия. И я говорю, что это все были бы 2 миллиарда православных. Если бы не монахи. Если бы они самые лучшие не высасывали из народа, за монастырскими стенами. Уходили они, не давая потомства. Не выйти ничего нельзя было. Я похваляю девственность, которая сохраняется у них 100%. А она что говорит? Что у них аборты делают? Да, что аборты там... Аборты делают. Муж ее заставляет делать. Муж? Да, если не хочет. То есть он ее там спарывает. И где это конкретно? Узнать в следующий раз. Ну не знаю. Ну не надо считать туркменов и других. Это не мусульмане. Они свинину жрут, все. Они не знают. В Саудовской Аравии хоть один случай был. Если посылает врач смерть ему. Сделала аборт смерть. Там написано смерть. Статья смерть. Кто на это пойдет, если смерть? Аборт сделала смерть. У нее не это поставлено, а подарить Аллаху 5 сыновей. А дочерей может и больше быть. Сыновей не меньше 5 подарить. У русских стоит в православных такая задача. А какой процент девственности? 100 процентов. А бывает? Бывает. Но только ее уже нету. Сидят за столом. Что-то она не поладила с братишкой. И он решил ей насолить. Бизнесмен какой-то. Папа. А она с мужчиной целовалась. Вот еще в городе что? Исмаил. Было это? Она говорит, ну у нас фильм там снимают документальный. Ну, я спрашиваю, целовалась или нет? Ну, он так поцеловал. Он вытащил пистолет и за столом застрелил ее сразу. Было ли у православных? Да, жестоко, то другое. Но как они саламудренность? Я говорю об одном саламудрии, как сохраняют. Мы были в Париже, в Германии, в Испании. Мы видели везде мусульман. Везде по форме одеты по улицам. Они не в церкви. А у нас в церкви дальше мимикрия переоделась. Выше колен пошла. Я самый крайний дом не могу, чтобы нормально одевались сделать. Девчонка приходит до колен здесь. Изговорила, и все. У них этого нету. Нигде. Вот Ингушетия зашли. Она стоит, ну видно, что у нас носик временная. Стоит в парке здесь. И платье по полу, по асфальту стоит. Были в Хабаровске. Идет он с бородкой, постриженная, молоденькая. Катят коляску, и у нее платье почти до пола идет. Вся одета по форме. Мы находимся в Болгарии. И она за рулем сидит, одетая по форме. Хиджаб на ней. И я возьми, и ей помахал. Она улыбнулась мне. Я поклонился и поблагодарил. Я говорю, вот это одеяние. Я говорю, во, она еще больше улыбнулась. Где она видела это, Ольга? Если она это знает, видела, я и этого не отрицаю. Но это не там. Это не в Тунисе. Григориан спишет. Бежит толпа. Я спрашиваю, что это такое пылит? Вора поймали. Некоторые в жизни вора не видели. Не видели. На базаре что-то схватил. И когда мы обратно походили, кричат, сук, сук. Почеревшая носом, все кисть руки была прибита к воротам базара. Все. Дальше перебинтовали, пошел. Ну где это у нас? Да он уже десятки раз сидел и будет воровать дальше. У тебя воровал он. И не один раз. И будет воровать. А два раза, а третий раз голова. Жестоко. Жестоко. Но воров нету. Ты видел, как наказывает пьяница в Таиланде? Он привязанный. Тут все как это. Пристегнутый где-то мужчина. Врач его обследовал. Рядом. Это... Да сзади на моем форуме это стоит. Где-то. Дальше он сидит. Тут кожа надетая. И только у него эти холмы, булки у него видно где-то. Дальше экзекутор стоит. Но у него не круглый бич, а какая-то они как плоские. Что-то такое режущее, видимо. И вот он и ударил. Вот так вот задница-то затряслась. И все. Съемка идет. И в интернет выставлено. Пьяный за рулем. Пьяный за рулем. Один. Но, видимо, не один. Бывают и другие. Потому что все устройства показывают. И зачем бы для одного станок делали-то? Я уж дальше-то понимаю это. Второй, третий удар. А тот считает по-своему. Еще раз. И, наконец, прорвана кожа. Кровь течет у него. Все остановилось. Сместилось. Снова перековали его. Руки, ноги прикованы. Здесь пояс притянутый. Здесь кожа у него. И опять порой. Положено в 40-40. Дальше его отстегивают. Под руки белое повели. Он на задницу, не на сиденье. Дома будет лежать на животе. Так это жестоко. 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 Жестокий век. А сколько погибло на дорогах-то? В тысячу раз меньше, чем у нас. Это минимум. Почему? Любой сразу докажет преступник. Как у нас. Увидели бы. Угоняет машину знакомого соседа. Так и это. Он пьяный. Немедленно его сразу арестовывают. Ну, а дальше все остальное. Промиле у нас сколько разрешаются. Пьянь и дрянь. Где поставить на сколько метров от учебного заведения продается пиво. До 16 нет. Он дал деньги любому. Она купила, вышла, ему передала и все. Там нет этого. Это кровь шайтана. Во всей стране нет ничего этого. А как они посты у разу соблюдают? До вечерней звезды, пока белую из черной нитки не сможешь различить. Нанялись какие-то англичане. Видимо, предупреждены были. У нас там пост идет. Завернули в эту комнату проверить, а человек 20. Они сидят потихоньку и едят. Так еще не вечер. Ну да. Все записано. Ну а вы знаете, что нельзя? Знаем. Всех арестовали по 40 ударов. Допустим, рабочие 50 тысяч долларов заплетить. В тюрьме пробыть полгода, каждые 10 дней, 20 дней на площади бороть и выгнать. Все. И будет нет. Джигду порт пришел с Нидерландов. Кораблик. Какой он кораблик, там не написано. Но Лоцманский встречает катерок, проводить его. Ну представитель той власти зашел. А почему бюфет не опечатан там? Мы не против водки-то. Это ваша территория. Ну вы зашли в наш порт. Ну вот как-то это буфетчик не заметил. Так, не буфетчик, вы капитан. Только в порт вошли, капитана арестовали, не буфетчика. 500 тысяч долларов. Полгода отсидеть. И каждый месяц, допустим, раз ты капитан, не каждый 10 дней. Пороть на площади. До дома-то поделетел, земли не доставал. Корабль ушел без капитана. Ну нет нигде у нас. За то, что умеет бороться с пьянством. За то, что целомудрие сохраняет. Я вот что похваляю. Не веру. Ибо нет другого имени под небом данного человека. Которого надлежало бы нам спастись. Кто не имеет сына, тот не имеет отца. Я все эти фразы привожу. Спасение только во Христе. Он искупитель наш. Я не веру похваляю. Но они умели сделать пять раз молиться на масс. Почему первые не установили это? Почему в обязанность апостола Павла это не поставил никому? Почему? Почему Мухаммад сумел это сделать, а апостолы не сумели сделать? Не могу ответить на вопрос. А нужно это. Давид говорит, семикратно в день прославляю тебя. 118-й псалом, 164-й стих. Я это знаю. Я принял. Но многие ли это приняли? Даже наши общины-то. Когда спрашиваю единицы. Да мы сейчас работаем, ну, два-три раза задние помолимся. А семь раз и забываем. Ищем другое. Потому что торопимся скорее. А там так. Он в плену был в советское время еще. Там где-то. А там, резать голову или примем мусульманства. Он принял. Пришло время. Он женился там у него, ребятишки. И решил домой съездить. Приехал, сидят за столом выпить. Он не пьет. На него глядят. А кто это такой? Не могу. Вот время подошло. Он встал, взял свой этот матрасик и пошел молиться. Время. Да во всей стране у нас этого нету нигде. В монастыре. В монастыре. Так страна-то не монастырь. Там это есть непрерывно неусыпающая псалтырь. Непрерывно молятся где-то. Это специальные люди. А это все. До единого. До единого. Я раньше слышал и не понимал этого. Говорит, была в Ташкенте. Говорит, так торопилась в аэропорт. Говорит, бац, автобус остановился. Я посидел и говорю, а почему? Да ты глянь, говорит, по окошку. Я глянула. Шофера-то нету. А он стоит на коленях, стоит и молится. Так я опаздываю. А это никого не касается. Вы должны были знать, что вот в это время он выйдет здесь на сколько? 10-15 минут. Я уж не знаю, сколько. Помолился, пошло советское время. И я это видел, и мы с ними вместе молились. Вместе, как они тут рядом. И мы сразу расстелили. Нас 6 человек или 8 было. Тут же расстелили. На вокзале указ, где продают. Милиция ходит. А почему в другом месте мы не молились? Зашибут. Задолбят. А там милиционер даже нас не тронул. Где это было? В Баку. У меня свидетели есть. Все таки, мы как ехали. Я вот что похваляю. Дорогая моя Ольга. Не веру. Веру я не могу вас хвалять. Потому что без Христа нет спасения. Он умер. Они не верят, что он умер. Он воскрес. Они не верят, что он воскрес. Но надо молиться, чтобы Бог открыл. Они умеют работать. Они работают. Вот это целомудрие. Мужчина, это, кажется, кобели бесхвостые. Один женится в двухсотый раз. Но он закон не нарушил. Больше четырех жен не было. Ему пятую взять надо. Он к этой придрался. А сосед уже знает. Он ему, может, платит за это. Развожусь. Ты слышишь, сосед? Да, слышу. Я развожусь. Опять. Я развожусь. Все. Муж с женой решили посмеяться. В интернете переписывается. В комнате там уже в другой. Ну еще, жена, я с тобой развожусь. Кто-то за тебя заметил. Сообщили. Все. Суд развели. Они плачут. Да мы друг друга любим. Ваше это. Ваше. Все закончилось. А как? Теперь закон. Она не может вернуться, когда прежде не побудет с чьей-то женой. Это даже развратом нельзя назвать. Это супер разврат. Но я это не похваляю. Это вообще невозможно. У нас развода вообще не предусмотрено, кроме измены супружеской. Матфея, 19 глава. Поэтому обвинение меня, что мусульмане режут голову, напрасно. Я это верю. Я видел, как режут в интернете. Но к нам не так. Мы нас останавливали. Рукой помашут. И узнали, где мы едем на той дороге. Мусульмане впереди нас поехал. Долго ехал. Наконец вывел на дорогу. В такое место попали. А как тебя звать, Ахмед? А у меня отец. Он такой же, как вы, на меня. Ахмед, мы помолимся за тебя. А они нас как родных. Мы православные. Мы показываем. Мы молимся. А он показал вот так вот. Ему лет 30. Он на машине на своей. Я не могу этого забыть. И это не в одном месте. А в Турции уже не говорю. Когда мы молились там. Когда нас зажали. Мафия русская. Русские там. Мы 12 часов были на молитве там. И которые там обслуживают на таможне. Они давали нам подносить чай там. Поить и прочее, девушки. А когда мы были в этом. Какой-то там город. Каспийск или какой-то. Они узнали, откуда мы. Они нас затащили к себе. Я не знаю как. Они давай все резать. Сыр от такой кусок отломили. Мы не взяли. А что можно? Помидоры. Там эти лаваши свои. Хлеба. Чего только не надавали. Деньги ни под каким видом не взяли. Я что буду говорить-то? Я им отсюда благодарность написал. И фотографии мы с ними сфотографировались. Вот что я видел. Поэтому мусульманство для нас кое в чем примером. И не кое в чем, а важнейшим. А у нас священники-то они не знают никого. Ну сделала аборт. Она исповела, а другая не сказала ничего. Он вам бросит и говорит исповедать. Мать подошла и дочка моя такая целомудрия. Она у меня девственница. Девственница. Осталось исповедать. Четыре аборта за плечами. Я недавно ролик смотрел. Это где-то там, в Таиланде может быть. Она замуж готовится. И собрались родственники, тетушки там все. И врач. И чтобы ее осмотрели. Говорится. Своя миква. Девственница на лед. Она плачет, сидит. Она не привыкла, чтобы заглядывали не в те двери. Наконец ее обследовали. Она закрыла лицо руками. Ей настолько стыдно. А они обнимают друг друга. Целуют. Поздравляют. Дочка-то наша. Сегодня завтра свадьба будет. А теперь же ее не выпустят никуда. Она себя сохранила. Такие они веселые. Дост нигде не было до 2000 лет этого. Какая она не наесть, такую исплавят. Почему они с нашими так обращаются? Почему с нашими, которые идут по форме, так не обращаются? Они работают в Барнауле. Да какие там туркмены? Это фальшивые мусульмане-то. Кто они у Даниила Сосова-то приходили? Это из этой категории. Таджики, наверное. Туркменов нет у нас. Таджики. Ну, таджики, может быть. Я могу ошибиться. Но я знаю, что из этого региона. Они видят, наши сестры идут. А вот мусульманки наши идут. Это не мусульманки. Это наши сестры. Нет, наши. В интернете наших увидят. Мать Самири говорят. А Самири говорят, это православные. Что ты, сестра? Это наши мусульмане. То есть они видят. И к нашим ни разу, нигде не приставали. А этих идут под задницу. И назовет ее по-русски. Не споткнется на Б. И все. Но почему? Потому что она приготовлена к этому. У них ни понятия, ни о Боге, ни о нравстве есть. А она это знает. Я это видел в разных городах. Где? В Ингушетии. В Дагестане. В Чечне. Там какие еще есть? Осетия. И везде. Абсолютно везде они одинаковые. Как будто в другое государство приехал. Ну и проехали-то до Лиссабона. И везде одинаково все одеты по форме. Идут. И она не будет так себя. И к ней никто не пристает. А эти полураздеты в одних трусах ходят. Я вот это говорю. Священники вообще не занимаются нравственностью. Они оправдывают брюки, как одета. Все до одного оправдывают. Ну, единицы какие-то они оправдают, которых я знаю, которые близкие к нам. У них ни один не оправдывает. А только сестра надень хиджаб. Пойди купи надень. Ты мусульманка. Вопросы сняты. Я это от них перенял. Я православный. Вопросы сняты. Я знаю, у меня неправильно там не по Евангелию здесь. Но это не погибельно. Поэтому я все исполняю. Все посты. Хотя они не евангельского строения. Ты это слышал от меня. У меня есть свое мнение. Но я строжайше выполняю. Я православный. Никакого лукавства. Так что, Оленьке, передай. Я не хвалю веру. Нет. Вера православная для меня свята, чисто, непорочна. Я вчера причащался. И причащал меня митрополит Сергий Иванников. Даже не думал, что придется. А он улыбается. Он в прошлый раз говорил, скажите проповедь. Я говорю, да я только за рубежом проповедую где-то. А тут, видишь как, все по форме. Зашел я с Библией. Благословил. И полчаса проповедь. А потом закончил. Я вижу, что уже норма вышла. А тему-то взял ее за 10 раз. Не скажешь. Я сказал только. Я говорю, я в университете. Вступительное слово перед занятиями. Всегда мы пели Царю Небесное. Я решил объяснять. Я сказал 60 проповедей. На объяснение этой молитвы. Она молитва-то в три, говорится, строчки хороших. И все. Почему? Глубина. Я 53 года размышляю, как статворим по образу нашему. Где этот образ утерян. Какое именно. Какие качества у Бога. Где я могу вернуться к истокам. Вы Боги, говорит Господь. Но все вы умрете. Ты прах и в прах возвратишься. И этот прах нужно сегодня умственно, нравственно настроить на то. Быть подобным. Образу. Первообразу. А то душа по природе христианка. Какая душа? Какая она язычница. До мозга костей душа эта рождается. От родителей. Он родил сифа. Я говорю, так может потому и сифилитики все. Вот эти безбожники, блудники-то. Родил сифа по образу своему и подобию своему Адам. Никак не мог. А я знаю, можно это делать Духу Святому. Когда отдашь себя в руки Божьи. Вот. Ты маленько отдохнул. Дай Бог тебе здоровья. Ну и сказать, что вчера батюшка взял этот кабель. Сейчас на Болгарке работать. Чтобы ты знал, потом принесем. Я у вас там? Да, там, вот здесь у батюшки лежу. И доски-то мы делаем сейчас только потому, что нет сил сделать. Мы бы забетонировали все. Ничего нету. Нету. Не подвести электричество, не бетон-мешалки, не щебня. Туда не подъехать нельзя. А доски-то как-то перетаскаем. Я просил вот такие, чтобы обрезали. Нет этого. Сказали только 20 сантиметров. Ширина доски. А сейчас уже говорят только 15. И я не согласен. Да сам думаю, а может что-то еще в этом есть. Когда толстая щель, в воздух не попадает. А то щель будет побольше, может быть не так будут гнить. Я принимаю, как данность. Решил так отработкой промазать. Сейчас у этого, у Иосифа беру и звездки, потом ему отдам. И звездкой промазать. В звездке, если бы плавали наши эти доски, хотя бы неделю-то, они бы сто лет стояли. Это я знаю, вот у нас второй мостик. И там столбы белые по сегодняшний день стоят. Белые. Ну а им, этим столбам-то, ну минимум 90 лет уже. Вот и все. С Богом. Спаси Христос. А это я принес. Да, для солярки потом дашь. Где-то поставить надо, Владе. Сейчас пойдем. Пошли. Да, наверное, взять или не взять мне? Возьмите. Ну давай где-то тут оставим, потому что легко было взять. Пошли. 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 Продолжение следует...